Добрый вечер, в эфире программа Саратов Сегодня в студии Вероника Арапова и смотрите в выпуске. В прицеле черный импорт. На саратовские прилавки попали запрещенные фрукты. Чем опасен такой товар и как поставщикам удается обойти закон? Подарок весом в 70 тонн. Для того, чтобы доставить презент на юбилей Октябрьского района в центре города появились железнодорожные пути. Природный памятник Федоровского района разрывают на куски. Как сохранить уникальную зону решают общественники и журналисты. Добрый вечер. Следователи и кинологи. Из-под завалов извлекли тела сразу трех погибших. Двух мужчин и одной женщины. Все они проживали в разных квартирах. Спастись удалось только одной семье. Они вылезли из-под завалов. Как она говорила, эта женщина. Я, говорит, уже вылазила из-под плиты. Чудом, говорит, осталась жила. И здесь как бабахнуло. Это не важно. Можно описать, конечно. Взрыв такой, что у меня ребенок напугался так, что вот так вот тряслись. Ну, а потом я уж выбежала, когда сюда. Вижу, здесь все полыхает. Сюда уже не пускают. Газ кругом все горит. Трубы упали все. Местные жители уже выдвинули свою версию ЧП. Предполагают, что взрыв произошел в квартире мужчины, которого за неуплату отрезали от центрального газоснабжения. Долгое время он пользовался баллонами. А вот сотрудники МЧС эту версию пока не подтвердили. Сейчас на месте проводится доследственная проверка. Кроме того, в районе не прекращаются восстановительные работы. Из-за взрыва пришлось отключить газ и электричество в соседних домах. Мишень восковое яблочко. Вопреки эмбарго, сомнительный импорт попадает на российские прилавки. На этой неделе на одном из центральных рынков Саратова сотрудники надзорного ведомства нашли яблоки из Польши. Владелец торговой точки не предоставил проверяющим документы, подтверждающие безопасность и фитосанитарное состояние. В результате пришлось сжечь 100 килограммов фруктов. Насколько местный рынок уязвим перед черным импортом? И как удается поставщикам обходить закон? Мария Смирнова попробовала на вкус запретный плод и поделилась ощущениями в репортаже. ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА Казалось, эти снимки должны разадорить жителей Польши. Вот объявления в автобусах призывают граждане есть яблоки назло Путину. В ответ на имбарго – российский запрет на импорт этого фрукта. Вот только польских фермеров фотосессии псевдо-яблочников не спасли. В деньгах потеряли более 500 миллионов евро. Наверстать решили нелегальные торговли в России. Запретный плод нашли в Саратове. На рынке универсальный один из индивидуальных предпринимателей реализовывал продукцию, запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации. Это были польские яблоки в количестве 104 килограмм, которые по акту контролирующего органа были уничтожены. Правда, по словам прокуроров, предприниматель и не скрывал, какое у яблок гражданство. А вот крупные торговые магазины хитрят. Так, например, некоторую продукцию из стран Евросоюза, а также Норвегии, Канады, США поставляют сначала в Белоруссию, а уже оттуда в Россию с другой пропиской. Мол, сделано в соседнем государстве. Все можно говорить, но когда Белоруссия стала одним из государств, где в 5 или в 7 раз увеличено производство морской рыбы, слушайте, ну где там в море-то в Белоруссии, поэтому и мы говорим, что всю продукцию, которая будет идти через Российскую Федерацию, мы будем сами смотреть. То, что видят, играет в плюс закону об импортозамещении. Так часто критикуемый, порой он позволяет обезопасить продовольственный рынок страны. Когда началась война на Украине, у нас с вами увеличились поставки зараженного картофеля, семена разных болезнетворных растений, мясо свинины перевозили в чемоданах, тоже зараженные. Защита российского рынка от продуктов-нелегалов полдела. Иностранный дефицит необходимо компенсировать отечественным профицитам. Проблема в том, что сетевые магазины избирательны к продукции местных сельхозпроизводителей. Требование качества очень высокая, фасовка достаточно мелкая и охлажденная продукция, что летом достаточно сложно сделать. Сложно без специального технологического оборудования. Средств на него поодиночке не найдут. О том, как местным производителям завоевать свой же рынок, затумались депутаты от «Единой России». Совместно с федеральными чиновниками поручили регионам разработать программы безболезненного перехода на российское продовольствие. Направление по программе поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках нашей региональной программы. Начинающих фермеров, теплиц, модернизации строительства новых, закладки садов и, соответственно, производства плодовощной продукции. Андрею Чудинову помогли пробиться в сетевые магазины. Одна из правительственных программ поддержала его и еще пять фермеров. Их центру коллективного пользования приобрели оборудование. Другие подобные кооперативы региональные чиновники просят искать спонсоров. Среди тех, кому не все равно, что есть. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Между тем, сегодня появилась информация об очередной нелегальной партии польских яблок. Фрукты обнаружили на одном из энгельских рынков. Владелец не смог предоставить специалистам Россельхознадзора документы, подтверждающие фитосанитарное состояние данной продукции. В итоге 52 килограмма яблок были уничтожены сотрудниками ведомства. В Саратове появился новый памятник. В минувшие выходные на улице Астраханской установили паровоз серии «Л». Его специально доставили со станции «Синная». Легендарный поезд получил прозвище «Лебедянка» по фамилии разработчика. Сейчас он стал символом памяти о железнодорожниках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Затем, как устанавливали, необычный памятник следила Мария Смирнова. Автомобилисты ищут объездные пути, потому что на Астраханской за ночь должны проложить железную дорогу. Просьба всем отъятных автомобилей! Всем отъятных автомобилей! Просит жителей не мешать паровозу двигаться по центру города. Такое зрелище не оставляет шансов на сон. В уютной постели горожане предпочли промозглую улицу. Видела, как его в проулок, так он подъехал сегодня вечером. А муж вот видел, что перегородили дорогу. Было спонтанное решение пройти сюда прогуляться, посмотреть, чем дело кончится. Кто-то живет около пушки, кто-то около танка, а мы рядом с паровозом. Этот паровоз прибыл стеной на станцию Саратов-2, Октябрьский район, в прошлом железнодорожный. По временным рельсам паровоз доедет до ближайшего сквера. Он один из последних паровозов, который сохранился вот в таком виде. Поэтому мы, чтобы его не отправили на металлолом, решили установить его как памятник в этом сквере. Паровоз серии «Л» – главный герой советских кинофильмов. Он мог проехать по любой сети железных дорог страны. За это разработчиков наградили сталинской премией. Однако саратовская дорога дается паровозу с трудом. Первые шаги делает благодаря металлическому тросу. Но вот развернуть локомотив не удается. Вот такую технику посередине улицы развернуть. Здесь места, габаритов нет. Не привыкли мы здесь, на железной дороге работаем. А здесь все-таки по... Как ее? Мы стоим. Я понял. По асфальту тяжело скользит. По металлу бы лучше, где как бы на железной дороге все это дело воздействует. Пытаются оторвать от земли паровоз и рельсы. Приподнять надо обе стороны. А вот он, асфальт, бугром. Поднимаем одну сторону, а середка вся стоит. Не идет поворот. Нагрузка очень большая. На домкрат и на автосцепку. И она не выдержит, сломалась. Там, представляете, такая решетка бетонная лежит. Еще паровоз такой тяжелый. 70 тонн. Вы нормальный человек? Вы нормальный. Отойдите отсюда. Здесь работают люди. Отойдите, пожалуйста. Руководство железной дороги нервничает. Сами машинисты нервно курят в стороне. Упертый паровоз пытаются повернуть с помощью трактора. Куда там? 18 тонн против 70. Все хотели как лучше, получилось как всегда. На подмогу подъезжает еще несколько тракторов. Паровоз, наконец, сменяет гнев на милость. Полтора часа спустя. Дело сдвинулось с мертвой точки. Впереди вся ночь и полкилометра непроложенной железной дороги. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Добраться до сквера паровозу не удалось и на рассвете. Локомотив смогли довезти до места лишь в субботу в полдень. Однако окончательные работы по установке памятника еще будут продолжаться. 54 литра крови в подарок. Именно столько удалось сдать саратовским донорам в рамках специальной предновогодней акции. Подарить частичку своего тепла в минувшие выходные предложили специалисты областного центра крови. Причем для того, чтобы сделать это, желающим даже не пришлось ехать на станцию переливания. Мобильный пункт расположился в самом центре города. Активное участие в акции приняли студенты саратовских вузов. Несмотря на погоду, доноры в буквальном смысле выстраивались в очередь. За неполный день удалось принять более 120 человек. И все они отметили, что в преддверии главного праздника года это особенно актуально. Это время, когда происходят какие-то чудеса, происходят какие-то приятные события. И, возможно, наша кровь, кто сегодня ее сдаст, принесет кому-то радость, чудо. Возможно, спасет кому-то жизнь. Когда все люди будут отдыхать, служба крови не прекращает работать. Мы заботимся о компонентах крови заранее. И поэтому горожан призвали не остаться равнодушными и пополнить запасы. И вот, как видите, к нам пришло очень много людей. Погода сегодня такая снежная. И люди сдают с удовольствием. И мы дарим подарочки такие небольшие. И надеемся, что будет достаточно компонентов на все новогодние праздники. Стоит отметить, что подобные акции служба крови при поддержке Министерства здравоохранения области проводит регулярно. За этот год специалистам удалось собрать более 25 тонн крови. Этот объем полностью удовлетворяет потребностям региона. Как спасти природный памятник в Макроусе? Прошел круглый стол с участием журналистов и общественников. Они обсудили состояние тюльпановых полей Федоровского района. Сейчас уникальный объект в буквальном смысле уничтожают нерадивые туристы. Как сохранить главную достопримечательность района, узнала наш корреспондент Влада Черняева. Кадры документальной киноленты. Но чтобы увидеть такой природный памятник, не нужно ехать за границу. Он украшает Федоровский район Саратовской области. И чтобы рассказать подробнее о своей уникальной достопримечательности, в Макроус пригласили журналистов. За круглым столом вместе с общественниками обсуждают, как сделать этот край популярным для туристов. Не есть шашлыки на фоне вечно цветущих этих тюльпанов, а суметь сфотографировать, запомнить для себя, для потомков, объяснить, при какой красоте мы в принципе живем. Предлагают включить Макроус и весь Федоровский район в главный маршрут для любителей сельского туризма, который приобретает все большую популярность в Европе и России. Это определенный вид отдыха, отличный от общепринятого без бассейнов, пятизвездочных отелей, ресторанов и all-inclusive. Бетон городских улиц, напряженный ритм жизни, все это будет в людях желаниях хотя бы на время уехать подальше, в тишину и спокойствие сельской природы. Нам хочется, и вот мне лично тоже хочется, в выходные дни с семьей выехать куда-то на природу, в том числе, ну, сюда можно экологический туризм, сельский туризм, как бы, в общем-то, объединить. Великолепие цветочных полей, редкие виды птиц и чистые степные реки – настоящие памятники природы, которые сейчас особенно нуждаются в защите. Жители Федоровского района с горечью отмечают, например, дрофу, как вид, занесенный в Красную книгу, почти полностью уничтожили охотники, а тюльпановые поля продолжают разорять нерадивые туристы. Должны быть туристические агентства, если они существуют, должны организовывать людей, и это должно быть обязательно собственник, комитет ресурсов должен участвовать в этом процессе. Должна быть охрана во время цветения, как минимум, и организация экскурсий. Принимают важные для района решения, которые, по мнению общественников и журналистов, позволят сохранить местные красоты. Уже в следующем году начнут проводить специальные рейды для надзора и контроля, а также установят прямо на истюльпановых полях предупреждающие знаки. Ради спасения возьмут под охрану природный памятник Федоровского района. Влада Черняева, Александр Бачков, Саратов, 24. Это были главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова